О профессии такой я не мечтала. Просто в жизни так произошло много лет назад. Я педагогом стала и считаю, мне так повезло. Сколько их прошло передо мною – умных, дерзких, балованных, смешных. И в поток вопросов необычных, и нельзя не отвечать на них. А порой так трудно с ними сладить, начинаешь злиться и хандрить. Но протянутые детские ручонки заставляют все забыть. Да и как их не любить? Простых, наивных, балованных, беззаботных. Объяснить, конечно, это можно. Надо просто их любить. Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Так начинается каждый день заведующий детского сада «Белочка». Женщина заходит в каждую группу, желает коллегам и воспитанникам доброго утра. И обязательно узнает, как у них дела. Дети, услышав ее голос, бегут навстречу и крепко обнимают. В такие моменты рассказывает руководитель учреждения, понимаешь, что профессия – это любовь всей ее жизни. Педагогический стаж женщины – 47 лет. Все эти годы Тамара Николаевна дарит свою любовь чужим чадам. Несмотря на то, что она руководитель, основное время заведующая проводит с детьми. Участвует во всех мероприятиях, посещает занятия. И часто заходит в группу просто потому, что соскучилась по своим многочисленным внукам. Да, именно ими считает Тамара Николаевна своих воспитанников. Женщина признается, что она – богатая бабушка. Ну, а разве вот эти, которые в саду, они разве мне не родные? Конечно же, родные. Если я захожу, они бегут ко мне обниматься. Ну, все, пожалуйста, это, конечно, родные дети мои. Внуки, вернее, даже. Роди Васи выросла героиня нашего репортажа в Ленске. Предки Тамары Николаевны по маминой линии были основателями Мухтуи. Мать являлась коренной жительницей поселка. А вот отец родом с Дальнего Востока. Семья была большая, а родители воспитывали двух дочерей. Помогала им в этом бабушка. Я росла в семье, окружена была такой любовью. И мне кажется, вот эта любовь меня до сих пор греет. И, наверное, я стараюсь к людям относиться вот так же с любовью, любить. Мне кажется, я люблю весь мир. Мне очень для меня кого-то обидеть. Вот, видимо, все-таки вот эти корни, что заложили во мне, вот так на протяжении жизни со мной идут. Вот это вот хорошие, положительные, как говорится, эмоции и все прочее. Папа у меня, он охотник-рыбак. Ну и работал прорабом. А мама бухгалтером. И последнее время работала на заведующей гостинице Лена. Быть педагогом Тамара Николаевна не планировала. Она мечтала стать переводчиком. Окончив школу, пыталась поступить в Институт иностранных языков. Но не получилось. И тогда выбор пал на педучилище. Окончив его с отличием, поступила в Институт. Получила высшее образование и приступила к работе. Трудовая деятельность Тамары Николаевны началась в 1976 году в детском саду «Ромашка». Пять лет она работала в группе раннего возраста с годовалыми детишками. На пути встречались люди, которые, наверное, укрепили мое желание стать педагогом. Я у них училась, всему старалась, вот смотрела и старалась делать так, как они. Потому что действительно, вот эти педагоги были от Бога. Очень благодарна Людмиле Николаевне, нашей заведующей. Очень много, конечно, многому чему я научилась у нее. И вообще по жизни окружали меня люди, у которых было чему поучиться. В 1990 году был построен новый детский сад в городе. И часть коллектива решили сменить прежнее место работы. В их числе была и героиня нашего репортажа. С этого момента она приступила к работе в детском саду «Белочка» педагогом по физической культуре. В это время воспитанники Тамары Николаевны приняли участие в республиканских соревнованиях кончери и заняли там второе место. А еще Тамара Николаевна была среди первых участниц конкурса «Воспитатель года». В то время он был творческим, поэтому кандидатуру коллеги долго не обсуждали. Тамара Гаврилова уже сочиняла стихи, пела, танцевала и играла на фортепиано. Мы перешли сюда в «Белочку». И вот вы предложили мою кандидатуру. Я была первой «Воспитатель года». Заняла второе место. Ну, открою вам секрет. Мы набрали одинаковое количество с первым местом. Можно, да, про это? Очков. Но почему-то председателю не понравилось, что я использовала музыку Высоцкого. Ну и вот он отдал предпочтение другому педагогу. Хотя я на тот конкурс сама песни сочинила, сама танец приготовила, танцевала. В 2009 году заведующая детского сада ушла на заслуженный отдых. За себя оставила Тамара Николаевна. С тех пор женщина руководит дошкольным учреждением. А поначалу было сложно. Всё-таки не сразу сотрудники воспринимали меня как директора. Они привыкли, что я же с ними на равных. И мне нужно было построить работу так, чтобы... Ну всё-таки, наверное, есть же разница, директор, да, допустим, и другой сотрудник. Я старалась диалог построить с ними, чтобы не оттолкнуть их, а наоборот. Конечно, было сложно, но всё-таки вот сейчас нормально, выстроена работа. И, наверное, то, что мы перешли в «Алмазик», коллектив у нас сохранился, потом с «Алмазика» перешли в бюджет, коллектив у нас остался прежним. Ну, наверное, это о чём-то говорит, что люди не разбежались, значит, им тут комфортно работать. Сегодня в коллективе детского сада 47 сотрудников. Из них 12 педагогов, 9 помощников-воспитателей, 2 медицинских работника и врач. Старший воспитатель и, конечно, обслуживающий персонал. Коллектив большой и дружный, с гордостью объявляет заведующая. За годы работы в детском саду изменилось многое. Процесс работы совершенствуется постоянно, отпали проблемы с оснащением. Закупается в детский сад необходимая мебель, инвентарь, техника и многое другое. Всё это стало более доступным после перехода детского сада из компании «Алроса» в ведомство района. Мы за это время много приобрели. У нас детские площадки сейчас игровые. Очень красиво и жалко, что мы сейчас в них посмотрим, потому что там снег. Интерактивные доски, интерактивную панель нынче мы приобрели. То есть очень много игр, методического материала. То есть вот какой-то работы я не хочу. Для героини нашего репортажа должность не просто профессия, а её жизнь. На работу она идёт с удовольствием. Приходит сад рано утром, когда здесь никого ещё нет. А уходит вечером, когда уже никого нет. В стенах любимого учреждения время летит незаметно, рассказывает смесь Тамары Николаевны. И мне кажется, что сотрудники тоже с удовольствием идут на работу. Потому что вот я вижу их лица. Нет, всяко бывает. Бывает, что где-то какие-то недопонимания. Но вот стараюсь, чтобы обо всём можно договориться и владить любой конфликт. Наверное, нет такого конфликта, который нельзя было уладить. Старший воспитатель Наталья Синявская рассказывает, что у них самый лучший руководитель. Тамара Николаевна строгая, но справедливая. Работать с ней легко и комфортно. Она настолько спокойная, она настолько мне доверяет, она настолько интеллигентная. Она никогда не повышает голос. Она вот своим спокойствием, она вот и требовательная, добрая, добрая. Но чувствуется, что она директор. К ней все с уважением относятся, что дети, родители, педагоги. Тамара Николаевна прекрасный человек, с доброй душой, открытым сердцем и дружелюбным отношением абсолютно к каждому. Она всегда понимает и уважает сотрудников, всегда найдёт время для каждого и с профессионализмом подходит к делу. Очень приятно работать с человеком, который любит свою работу и радеет за неё всей душой. Тамара Гаврилова делает всё для процветания детского сада. Самым важным считает создание условий для комфортной работы сотрудников, многие из которых с ней идут рядом рука об руку уже более 40 лет. Мы работаем с Тамарой Николаевной уже более 30 лет с открытия детского сада. Наши дети росли вместе, наши внуки теперь ходят. Это самый добрый, толерантный и самый отзывчивый руководитель за все наши годы. Она очень профессионально любит сотрудников, всегда выслушает, всегда спокойная, выдержанная. Только добрые слова могу о ней сказать, ничего больше. Людмила Николаевна – незаменимый сотрудник учреждения. Она готовит божественные блюда. Рейтинг любимых возглавляет котлеты и картофельное пюре. Далее следует свекольник, плов, омлет и запеканки. От воздушных булок, испеченных поварами, не отказался ни один ребёнок. Как рассказывает Людмила Богдан, самый лучший комплимент для поваров и высшая оценка их труда – это когда дети просят приготовить мам суп или котлеты, как в садике. В детский сад воспитанники тоже идут с удовольствием. Для их комфорта и развития здесь созданы все условия. Сегодня дошкольные учреждения – единственные в городе, где работает бассейн. Занятия ведёт профессиональный инструктор по плаванию. Проходят они у воспитанников средних, подготовительных и старших групп по два раза в неделю. Это всегда у нас такой волнительный момент, когда приходит средняя группа. Бывают детки, которых прям на руках заносишь, и несколько занятий с ними ходишь на руках. Бывают, наоборот, слишком смелые дети, у которых нет абсолютно чувства опасности. Конечно, они все разные, за всеми глаз да глаз, но мы занимаемся подгруппом. Подгруппа у нас не больше десяти человек, то есть каждая группа делится на три подгруппы. Вот. И поэтому, ну, получается, у нас глаз хватает для всех. С нами находится медицинский работник, я с детьми в воде. И также у нас есть ещё оператор хлораторной установки. Она тоже может нас в такие моменты, когда мы только начинаем знакомиться с водой, подстраховывать. Вот. Ну, а так у нас много всяких хитростей, за столько лет выработано, как ребёнку безболезненно привыкнуть к воде. Все занятия проводятся в игровой форме. В конце каждого инструктор даёт время на свободное плавание. Молодцы. Отдышали. Давайте ещё разом. Маленько подчинитесь друг от друга. Давайте, разомкнитесь. Разомкнитесь. Родители довольны условиями, созданными для их чат. Иван Беляев пришёл на очередное открытое занятие в бассейне посмотреть на дочь. Всё понравилось. Девочка отлично плавает, не боится воды. А главное, что это приносит пользу для здоровья. Да, очень приятно, что в нашем садике созданы такие условия. Первый раз посетил занятия, такие тематические в бассейне. Конечно, это детям даёт развитие, улучшает их, ну, как бы, работу. То есть направлено это всё на оздоровление. Мне, как родителю, это очень приятно. Очень замечательные педагоги. Очень замечательные условия в бассейне. Мне очень понравилось. На мой взгляд, директор прилагает большие усилия, чтобы у нас было многодичное ребятишкам, можно было плавать в бассейне. Поэтому я огромная благодарность, что наши дети могут посещать такие мероприятия. И отдельное спасибо за то, что тематические занятия проводятся, и что родители могут приходить туда посещать. А работа бассейна – процесс очень сложный. Ведь речь идёт о безопасности детей. Именно над этим работают здесь несколько человек. После посещения каждой группы чаша бассейна обрабатывается. Набирается чистая вода, нагревается до положенной температуры. И только после этого можно начинать занятия. В 2020 году сделали там ремонт. Сейчас прямо там такая красота. Поменяли осушитель воздуха. Приобрели покрытие специальное, чтобы меньше было влажности. Но вот какие специалисты работают, я почему-то спокойна. Там всё отлажено, всё чётко. Медики следят, чтобы дети, заболевшие, вернее, со справками приходят. Они у них должны иметь отвод быть. То есть вот за всем этим следят медики. Ольга Игоревна. Но та вообще специалист, конечно, своего дела. Она очень любит свою работу. И вот как она в этом бассейне, она, вот говорят, рыба в воде. Вот она точно. Рыба в воде, действительно. Ну и когда в 40 градусов на улице мороз, а у нас ребятишки купаются, заходишь и душа радуется. Хорошо. Усложняем упражнения. Берём круг. Два раза в неделю для ребят проводятся интересные спортивные занятия. Молодой педагог разрабатывает на каждый день новую программу, которая включает в себя не только оздоровительную физическую культуру, но и подвижные игры. Занятие состоит из трёх частей. Подготовительная, основная и заключительная часть. Подготовительные дети обязательно разминаются. Любое занятие проходит, начинается с разминки. Основная часть занятия уже нацелена на развитие какого-либо качества, быстроты, скорости, гибкости, координации. И, конечно же, заключительная часть. Чаще это проходит через игру. Сначала активную, и вторая игра, малоподвижная, уже на заминочную часть занятия. Я пытаюсь найти подход тоже каждому ребёнку, как-то его заинтересовать, завлечь. Стараюсь, чтобы плотность занятия была высокая, чтобы всё-таки было интересно ребёнку. Детям нравится физкультурное занятие. Именно во время него можно вывлеснуть всю энергию и от души побегать, попрыгать и покидать мяч. Я поляюсь на физкультуре, ну, кидать мячик наверх и пробовать под него, а потом ловить. Мне нравится, как мы мяч одной рукой водим и бросаем в кольцо. Мне понравилось, что я через фонус эти мячики бросаю. Одной рукой и двумя руками. Инструкторы по плаванию и физической культуре, воспитатели и нянечки, они всегда рядом с детьми с самых первых дней посещения их детского сада. Повара готовят для них вкусную еду, все работники вносят свой вклад, чтобы детям в садике было комфортно, безопасно и, конечно, уютно. Детский сад – это большой организм, и то, как он будет жить и функционировать, зависит от его сердца, конечно, от заведующей. Именно благодаря Тамаре Николаевне он работает без сбоев. Ежедневно Тамара Николаевна отводит время для обхода. Она уверенно идет по детскому саду. Руководитель уже знает, что весь коллектив готов к работе. Порядок в детском саду везде. Воспитатели всегда готовы к рабочему дню. Все у них приготовлено и разложено. Дети с радостью играют. От ее взгляда не ускользает ничего. И чистота пола, и порядок в спальне и умывальной комнате. Инфункционирование, прачечная и пищеблока. Что сегодня надо? Какой суп? Так, у нас сегодня щи. Угу. На вторую? На вторую у нас вне клетчика. Котлеты куриные. Котлеты с подгибчиком. Героиня нашего репортажа очень скромная, интеллигентная женщина. Она никогда не повышает голос. Рассказывают коллеги. Любую ситуацию решает спокойно и сдержанно. Молодые педагоги стремятся быть на нее похожими. На данный момент я работаю воспитателем. Я студент. В этом году у меня защита диплома. Осталось еще немножко. Тамара Николаевна для меня всегда была примером. Она очень интеллигентный, добрый, отзывчивый человек, к которому можно прийти с любым вопросом, ответит, подскажет, поможет по работе. В сад я вернулась, перешла из другого сада. Приняли меня очень хорошо. Все свои, так сказать, родные люди. Педагоги, наставники очень хорошие у меня. Помогают в работе, рассказывают. Вплоть до мелочей, что, как, где сделать. Благодаря таким педагогам, как Тамара Николаевна, остаются очень теплые воспоминания о детстве, о нашем счастье, о нашем счастливом детстве. Каликев детского сада постоянно пополняется новыми специалистами. Кто-то приходит после институтов, кто-то, проработав некоторое время няни, решает получить профессию воспитателя. И все они работают сегодня на группах с детьми. Некоторые, как и Арена Аюпова, совмещают учебу и работу. Четверо даже, и они учатся еще. Вот что самое главное, что мы способны, чтобы люди учились, чтобы в своем коллективе выращивать кадры. У нас сейчас воспитатели, вернее, вот она уже работает, закончила. Вторая нынче заканчивает, тоже она работает на группе. И третий человек тоже заканчивает, работает на группе. И у нас учится логопед, свой логопед теперь есть. Мы, как сказать, без логопеда год работали. Конечно, это очень плохо, потому что много с нарушением речи детей. Поэтому без логопеда, конечно, очень сложно. И вот когда она согласилась и встала, и у нее все это здорово получается, вот сейчас она, кстати, на сессии. Ну вот стараемся. Кузница, куем кадры сами. Для себя, да. Молодой педагог Ирина Попова работает в детском саду с 2017 года. Сегодня она логопед. А начинала свою трудовую деятельность в должности воспитателя. Как и многие ее коллеги, Ирина, работая на ясельной группе с детьми, обучалась заочно на учителя-дефектолога. Когда девушка окончила второй курс, заведующая предложила ей попробовать вести логопедические занятия. Ирина с радостью согласилась. Ну, вообще я получаю дефектологическое образование на учителя-дефектолога. Очень хочется помогать деткам, потому что сейчас очень много детей с речевыми нарушениями. Им практически всем нужна помощь. Основной упор у нас сейчас на подготовительной в школе группы, потому как мы идем в школу, нам нужна подготовка. Мы занимаемся коррекцией произношения, работой над всеми сторонами речи. Грамматической, фонетической, связанной речи, чтобы детки могли составить, допустим, рассказ по какой-то картине. Это вот, я думаю, как раз-таки мое дело, которым мне хочется заниматься. Я люблю свою работу. С радостью прихожу каждое утро. Наша съемочная группа Тамара Николаевна рассказала обо всех своих коллегах. С гордостью представила каждого. Огромное спасибо Наталье Ивановне, старшим воспитателям. Она, конечно, за педагогический состав. Она горой. Она прямо вот все с ними работает. И на занятия, и планерки, и педсоветы. То есть вот за педагогическую работу отвечает она, и я знаю, что там все как надо. За медицинскую медики тоже молодцы. Они очень требовательные, и Людмила Вячеславовна, и Марина Владимировна. Очень требовательные. Свою работу они очень хорошо знают. То есть в этом плане тоже я спокойна. В плане и прививки, и здоровья детей. Ну, пищеблок у нас это, конечно... Ну, там, извините, как слово-то сказать? Они уже по 30 лет с лишним работают. Ну, там, наверное, закрыв глаза, они его сварят. И так вкусно сварят, что... Кстати, даже родители просили рецепты. Ночить нравится. Героиня нашего репортажа рассказывает, что 47 лет в детском саду для нее пролетели незаметно. Сделано многое, но и успеть еще нужно немало. За годы работы у детского сада большое число достижений. С различных спортивных, творческих и других мероприятий. Победные кубки сегодня занимают несколько полок стеллажа в кабинете заведующей. Тамара Николаевна добавила, что пока не будет заполнена еще одна, она точно не уйдет на заслуженный отдых. Цель поставлена, теперь старт на новые победы. А пока на очереди ремонт. Ну, нам вот нужно сносить пищеблок. Как бы не все есть необходимое. Нам нужно сделать перепланировку прачечной. Потому что там, ну вот, немножко не соответствует она. Это запланировано на следующий год в планах по дорожной карте. Ну и, конечно, хочется больше приобретать и пособий, и материалы какого-то, игрушек. У нас поступают каждый год республиканские деньги. Вот на эти деньги мы приобретаем детские игрушки, пособия, канцелярию. Ну, планов много. Тамара Николаевна называет свою работу жизнью. Но все-таки, наверное, это лишь часть ее. Основная – это, конечно, семья. У женщины двое взрослых детей. Дочь живет в Сочи. Она дизайнер одежды. У девушки свое ателье. А сын сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. Парень шел туда добровольцем несколько месяцев назад. Отговаривать не стала, наверное, не имела смысла. Ну, он мне сказал, мам, а кто? Если не я, кто еще? То есть я его поддержала, наверное, все-таки. Это было важно поддержать. Да, я его поддержала. И в каждом разговоре прямо вот стараюсь. Да. Ну, конечно, печаль здесь стоит. Но о плохом стараюсь не думать. Потому что, чтобы не притягивать никакого негатива, стараюсь, все будет хорошо. Надеюсь на это. И вот, я очень жду его. Муж Тамары Николаевны умер в 2012 году. Прожили супруги вместе 35 лет. Теплые воспоминания о любимом человеке женщина рассказывает, будет хранить всегда. Конечно, это было очень тяжело. Я потерялась. Хотя я очень сильный человек. На тот момент я потерялась. И меня встряхнул, кстати, Сергей Викторович Авдеев. Я шла к нему по работе, он меня встряхнул и сказал, так, берем себя в руки и живем дальше. Жизнь не закончилась. У тебя дети. Ну, дети уже, конечно, взрослые были. Но, тем не менее, есть ради кого жить. Да и вообще просто жить. Ну, через некоторое время я даже не думала, что я смогу связать с кем-то свою судьбу. Казалось бы, вот как после своего любимого человека. А вот Бог послал мне. И вот мы теперь уже 10 лет, 9 лет вместе. Тоже, кстати, Александр. Ну, да, вот так вот бывает, наверное, в жизни. Бог послал. Бог послал, вот правда. И слова моей свекровки, Сашиной мамы, сказала, встретись с человека, будь с ним, не будь, вернее, одна. Да, я считаю, что это очень мудрая женщина. Много у героини нашего репортажа друзей и родственников, которые поддержат в любой ситуации и помогут в сложный момент. Женщина рада, что ее окружают добрые и отзывчивые люди. Тамара Николаевна живет полной жизнью, старается успеть все. В свободное от работы время она занимается огородом, пишет стихи, играет на фортепиано. В юности она с отличием окончила музыкальную школу. Садится за инструмент, признается редко. Заведующий детского сада «Белочка» много планов и идей, которые она намерена реализовать. Глядя на ее активность и целеустремленность, она непременно достигнет поставленных целей. Уже через два года женщина отметит полувековой юблей своей трудовой деятельности. Тамара Николаевна надеется, что Бог ей даст сил и терпения еще на годы работы. Субтитры создавал DimaTorzok